Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта «Избавить зальнюю». Сейчас я вам показываю образец, очень интересный. Это не роспуски, это такие планочки получаются красивые. Можно делать отделку на полочках, на брючках, на любых изделиях. Получаются такие интересные переплетения. Делается очень просто. Любое количество игл ставим в заднее нерабочее положение. Чем больше игл мы поставим назад, тем шире у нас будет роспуск наш. И по очереди выдвигаем переднее нерабочее положение. Иголочки справа и слева от игл, стоящих в заднем нерабочем положении. Провязываем от двух до четырех рядов. Чем больше рядов мы провяжем, тем у нас более красивый будет рисунок, более насыщенный. Раз, два, три, четыре. И просто меняю местами иголочки, стоящие вокруг, рядом с иглами, стоящими сзади. Вот получаются такие заломы. Петли в разные стороны идут под разными углами относительно друг друга. Если брать две иглы, более насыщенный, красивый рисунок. Внизу у меня по одной игле стоит. Видите, рисунок и по два ряда провязано. Рисунок не четкий, непонятный. Когда мы делаем по четыре ряда провязку и по две иглы стоит сзади, у нас более насыщенный рисунок. Если я по три иглы поставлю и буду провязывать по тоже четыре, пять, шесть рядов, у меня будет еще более насыщенный, еще более интересный и необычный рисунок. Провязала четыре ряда, поменяла местами иголки. К этому рисунку даже рапорта нет, потому что он фантазийный, он вольный. Как хотите, так и вяжете. Сколько вы игл оставите в заднем нерабочем положении, сколько вы игл между рисунками пропустите, это все на ваше усмотрение. Сколько рядов провяжете тоже. Смотрите, это зависит от того, что вы вяжете, какой шерстью, какой пряжей вяжете. Потому что очень толстая пряжа, она четыре, шесть рядов не возьмет. Такие вещи вяжут на тоненьких изделиях. Тонкую нить возьмет любая машинка. Четыре накида это не так много. Так, меняю местами. И четыре ряда еще провязываем. Главное смотреть за язычками. И меняю местами. Просто и эффектно. Это отделка. Скажем так, ленивая отделка. Ленивая, но эффектная. Можно вязать разноцветными нитками, но тогда у вас получатся полоски по изделию. Но и зато вот эти оттяжки тоже будут разных цветов. Видите? В разные стороны уходят у меня нити. Направление меняют вот так вот под углом. Очень интересно, необычно. Можно провязать какой-то фрагмент здесь. Потом перенести его между иголками, то есть менять местами. Можно по всему изделию пустить такую отделочную дорожку. Рисунок простой, но как всегда эффектный. Рапорта к нему нет. Он фантазийный. Если вам понравилось, можете посмотреть и другие узоры. Просто нажмите на нужную картинку. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И нажмите кнопочку «Нравится». И я уже посмотрю�. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...